Т.А. Уильямс. «Маленький кусочек рая». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Лондон. Прекрати, Дживс. Дживс с виноватым видом поднял голову, но прекратить не прекратил. — Ты меня слышишь? — Прекрати, — сказала. — Мне нужно собрать вещи. Отдай сейчас же коробку. — Да оставь его в покое, Софи. Смотри, как ему весело. Улыбаясь, сказал Крис. И крупный пес черного окраса увлеченно продолжил истребление картонной коробки. К счастью, в отличие от большинства других разбросанных по комнате коробок, это пока была пустой. — Ага. Кому весело, а кому и не очень. Софи выпрямилась, пригладила волосы и потянулась. — Не представляла себе, что у меня столько барахла. — Да почти все уже уложено. Сядь и отдохни. А я пойду поставлю чайник. Молодой лабрадор, увидев, что его хозяйка села на диван, бросил изорванные в клочья остатки коробки и подошел к ней. Уж больная ситуация подходящая. Как не воспользоваться этим и не забраться к ней на колени? — Джиевс, дубина ты этакая. Пошел вон. Тебе же веса не меньше тонны. Слова Софи, может, и подействовали бы, если бы она не хихикала, глядя на выходки своего любимца. Привлеченный протестами Софи в дверь просунул голову Крис. — Рад видеть, что уроки дрессировки пошли ему впрок. — Джиевс, я там нашел пачку печенья. Тебе интересно? Джиевс сразу насторожился. Своим лабрадорским умишком вечно одержим мыслью, как бы где-нибудь чего-нибудь перекусить, он уловил знакомое слово «печенье». Бросил хозяйку и рванул на кухню. Облегченно вздохнув, Софи стала обмахиваться. В который раз, размышляя о серьезности предпринимаемого ею шага. Ведь она сейчас не просто съезжает с этой квартирки на юге Лондона, но возвращается в Италию. И это всего через год после того, как, поджав хвост, бежала оттуда в Англию. Но даже это было пустяком по сравнению с перспективой вновь встретиться с Рэйчел. С тех пор, как три месяца назад Софи получила от адвокатов дяди Джорджа неожиданное письмо, она только об этом и думала. «На, выпей чеку!» Я заварил покрепче. Крис передал ей дымящуюся чашку, сел рядом и чокнулся с ней такой же горячей своей. «За твоего дядю Джорджа!» «Эх, мне бы такого дядю, который захотел бы оставить мне какой-нибудь здоровенный замок!» Софи кивнула, и ей удалось изобразить на лице улыбку. «Ты забываешь про условия, которыми все это обставлено!» Крис подул на горячий чай. «Как можно?» «Если честно, это слегка попахивает макеавеллизмом!» Известие о смерти горячо любимого дядюшки обрушилось на Софи тяжким ударом. Около года они почти не общались. И письмо от поверенных, извещающих о его кончине, и его решение подвергнуть свое тело простой и быстрой кремации, чтобы не причинять излишнего беспокойства друзьям и родственникам, было для нее как гром среди ясного неба. В письме также содержались некоторые подробности его завещания, но когда она прочитала условия вступления в права наследства, то чуть не лишилась дара речи. Оказывается, дядюшка Джордж давно вынашивал хитроумный план снова после долгой разлуки свести Софи с ее младшей сестрой. Шесть лет назад Рэйчел потрясла всех, кто ее знал, тем, что бросила университет и куда-то пропала. Софи тогда чуть с ума не сошла от переживаний. Она целыми днями только тем и занималась, что звонила сестре, писала по электронной почте, посылала смс-ки, но ни ответа, ни привета так и не получила. Софи уже начала подумать, что с сестрой случилось что-то ужасное и собиралась обратиться в полицию. Как вдруг получила от Рэйчел короткое сообщение всего в две строчки. Сестра писала, что она жива-здорова и сейчас находится в Пуэрто-Рико. И все, даже адреса не прислала. И с тех пор от нее больше не было никаких известий. И Софи в конце концов бросила все попытки с ней как-то связаться. Дядю Джорджа такое положение дел не устраивало, он всей душой хотел изменить его, пусть даже находясь уже в могиле. Главную роль в его хитроумном плане должна была сыграть его резиденция в Италии. Человек он был чрезвычайно богатый. Ему принадлежали потрясающие апартаменты в Нью-Йорке, окна которых выходили на центральный парк, и обширные земли на побережье в Хэмптонсе. Кроме того, он некогда купил в Италии старинный замок, расположенный на вершине холма, с которого открывался великолепный вид на Средиземное море. Американская собственность дядюшки Джорджа и доли в капиталах перешли к другим бенефициарам, живущим в США, но вот итальянский замок, который, вероятно, стоил кучу денег, согласно завещанию, должен был стать собственностью двух сестер, Софи и Рэйчел, которые смогут распоряжаться им по своему усмотрению, но... И это было очень серьезное «но». Только после того, как проживут в замке под одной крышей, непрерывно три полных месяца, начиная с нынешнего лета. Если одна из них откажется это делать, или же прервет свое трехмесячное пребывание в замке, этот пункт завещания аннулируется, и замок станет собственностью американских наследников. «Слегка попахивает, говоришь». Софи бросила быстрый взгляд на Криса и горестно покачала головой. «Да это просто чудовищно». «Не надо так говорить, Софи. Я не сомневаюсь, что он это сделал из добрых побуждений. И же понятно, что твой дядюшка думал. Вот, мол, поживут вместе, поживут и помирятся, и все у них пойдет на лад». «Надеюсь, ты прав, но лично я в это что-то не очень верю». Рэйчел прекратила общаться с мамой со мной шесть лет назад. Оборвала все контакты с нами. Даже не удосужилась приехать на мамины пухорны. И что касается лично меня, это стало последней каплей. «Но ведь прежде вы с ней не ссорились, жили дружно». «Да, конечно. В конце концов, она же моя сестра». «Нет, ссорились иногда, но для сестер это ведь нормально, как ты считаешь. Дело в том, что мы с ней все-таки очень разные. Она всегда больше всего любила удовольствие и развлечение. Она красивее, чем я. От парней у нее отбоя не было. Да и сейчас, скорее всего, так». «Я же с Рэйчел знакома, могу сказать, что она, конечно, девица смазливая. Зато ты настоящая красавица, так что советую тебе всегда об этом помнить». Софи бросила на него благодарный взгляд. «Не знаю, что бы я делала без тебя. Ты всегда придаешь мне уверенности в себе». «Но это же правда. Я считаю, что ты во всем не менее привлекательна, чем твоя сестра». Крис всегда старался ее поддерживать и подбадривать. И Софи была очень признательна ему за это. Они знали друг друга с первого курса университета, когда он начал встречаться с Клэр, ее подругой, с которой они вместе снимали квартиру. Собственно говоря, если бы Клэр не захомутала его первой, это сделала бы сама Софи. Но она была очень дружна с ними обоими. И осталась такой, даже когда те двое разбежались. А в последний год неизменная поддержка и понимание Криса были для нее просто бесценны. Она с чувством пожала его руку. «Спасибо тебе, Крис. За все спасибо». «Всегда пожалуйста, Софи. Ты же знаешь». Сказал он, удержал ее пальцы в своей ладони. Тоже пожал и только потом отпустил. В любом случае ты всегда была обошковитая. Возможно, она тебе в этом завидовала. Но ведь она тоже не дура. Просто я больше трудилась. Так уж я устроена. Как ни банально это звучит. И поэтому она взяла и уехала. Развлекаться и веселиться дальше. Наверное. Хотя, если честно, я и сама не знаю. Меня бы не удивило, если бы ее просто украли инопланетяне. Значит, ты не очень-то будешь рада снова встретиться с ней. Софи ответила не сразу. «Отчасти это так», — сказала она. «Я уже говорила, она ведь мне сестра. И несмотря ни на что, мне хотелось бы знать, почему она вдруг ни с того ни с сего взяла и пропала. Но, с другой стороны, я до сих пор никак не могу забыть и простить ту боль, которую она причинила и мне, и маме». Она глотнула чаю и заговорила уже веселее. «Да ладно, чего уж там. К счастью, этот замок такой большой, что, если уж она не изменилась к лучшему, можно жить в нем и почти не встречаться. Я думаю, со мной ничего страшного не случится». «Поживешь — увидишь. Я думаю, у вас там все уладится. А если нет, всегда помнишь, что главное — продержаться до конца сентября. А потом замок можно продать, и ты сразу станешь миллионершей». «До конца сентября еще надо дожить. Это все, что я могу сказать». Она проговорила это довольно мрачно, но тут вдруг откуда ни возьмись, видимо, в знак собачьей солидарности, ей на колени полезло 60 фунтов костей живого мяса. При этом Дживс умудрился пролить ей на колени остатки чая. «О, Господи, Дживс!» — взвизгнула она. «Что ты наделал?» Но пёс, нисколечко не смущаясь, положил обе лапы ей на плечи и мгновенно облизал все лицо, и только тогда ей удалось прогнать его прочь. «Ну вот, теперь можешь быть уверена, что рядом с тобой там будет хотя бы одна дружелюбная морда», — рассмеялся Крис, глядя на проказы собаки. «Ну да, от него, как всегда, один только хаос». Тем не менее она наклонилась и ласково погладила Дживса между ушами. «Я так рада, Дживс, что у меня есть ты. У меня почему-то такое чувство, что в грядущие три месяца мне понадобится серьёзная поддержка». «Да ладно тебе, всё будет хорошо, Софи, не сомневайся. Но если уж ты так боишься, представь, у тебя впереди лето, которое ты проведёшь в старинном замке на Ривьере. Чего же ещё лучшего желать?» Крис продолжал стараться вовсю, чтобы хоть немного приободрить её. «Тем более ты любишь Италию, разве не так?» «Сколько лет ты там прожила?» «Четыре, нет, почти пять. Уехала туда, считай, сразу после окончания университета». «Да, ты прав. Я действительно обожаю эту страну». Софи повезло, когда она была ещё совсем юной журналисткой. Ей предложили работу, о которой можно было только мечтать. Корреспондент по Южноевропейскому региону на сетевом информационном канале. А это означало, что она станет жить в Риме. Зарплата, правда, была не очень высокой, зато работа увлекательной. И жизнь была очень весёлой. «Только вот жилая только в Риме, нигде больше не бывало. А Дядин замок гораздо севернее, почти на границе с Францией». «Но при таком названии, Парадиза, всё должно быть просто замечательно. Чего тебе ещё надо?» «И правда, звучит потрясающе. Будем надеяться, что и место под стать названию. Но я уже говорила, что мне-то не очень во всё это верится. Судя по сайту «Планета Земля», море там совсем рядом. И Парадиза выглядит довольно неплохо. Но больше всего меня пугает вся эта история с Рэйчел. «Всё будет хорошо. И знай, если тебе что-то понадобится, даже может просто на кого-то прикрикнуть. Смело рассчитывай на меня». Она улыбнулась в ответ. Крис и в самом деле хороший друг. Как она её поддерживала после того, как в прошлом году неожиданно оборвалась её почти трёхлетняя связь с одним молодым итальянцем, жителем Рима. А потом, всего через несколько недель, она потеряла работу своей мечты. Разорился её работодатель. Делать нечего, пришлось вернуться в Лондон и влачить жалкое существование в качестве фрилансера, перебиваясь случайными заработками, безуспешно пытаясь найти новую работу и зализывая душевные сердечные раны. Когда Крис узнал, что она возвращается из Италии, он сразу же явился помочь разгрузить вещи и добровольно вызвался сложить ненужное барахло к себе на чердак, до тех пор, пока оно ей не понадобится. Она взяла его руку и ещё раз пожала. «Спасибо тебе за всё, Крис. Ты просто молодчина». Ей показалось, что он слегка покраснел, пусть всего на мгновение, но в груди её поднялась горячая волна симпатии и благодарности к нему. «Спасибо тебе, что всегда был со мной рядом». «Ничто так не привлекает мужчину, как зрелище юной девушки, у которой что-то случилось. Грозит опасность или беда. Особенно, если она случайно живёт в замке». Подмигнул он ей. «Держу пари. Только приедешь, и нескольких дней не пройдёт, как у тебя отбоя не будет от всяких там итальяшек». София сморщила носик. «Нет уж, спасибо. С итальяшками покончено. Да и вообще с остальными мужчинами любой национальности тоже. Я вполне счастлива со своим дживсом. Я его кормлю, вывожу на прогулку и могу вполне положиться на то, что он за это меня любит. В отличие от Клаудио». Вздохнула она. До прошлого лета я вообще думала, что он мужчина моей мечты. Господи, как я ошибалась. Надо было кормить его собачьей едой и водить на прогулочку. Да он просто идиот. Не понимаю, как можно изменить такой очаровательной девушке, как ты, София. Теперь я знаю, что без него мне гораздо лучше. Как могла твёрдо, сказала она. «Лживая жаба, вот кто он. Как хорошо, что я от него ушла. Иначе и быть не могло». «Неужели ты раньше ничего не подозревала?» «Ну, а что можно на это ответить?» Уже год прошёл, а она снова и снова возвращалась к этому вопросу. Честно говоря, всегда что-то подозревала. Он ведь частенько где-то пропадал по ночам. То у него поздний деловой обед, то ещё что. Но я ведь и сама порой подолгу задерживалась на работе. Вот и верила каждому его слово. Так было проще. Теперь вспоминаю всё это и понимаю, что была чересчур доверчива и наивна. А знаешь что? Сейчас я не столько жалею о том, что потеряла его, сколько злюсь на себя. Какая же я всё-таки была дура. Всегда считала себя человеком рациональным, который твёрдо стоит на ногах. А тут вышло, что меня можно так легко обвести вокруг пальца. Эта мысль меня просто бесит. «Ты с ним совсем не ошибаешься?» «Нет». Разорвала все связи в соцсетях, удаляя все его письма по электронке. Сразу, даже не читая. «Удаляешь все письма? Он что, до сих пор тебе пишет?» Удивился Крис. «Ну да, регулярно. Правда, всё реже и реже. Надеюсь, скоро совсем перестанет». Софи старалась говорить твёрдо, хотя не была уверена, что у неё хорошо получается. Я никогда его не видел, но Клэр говорила, что парень он видный. Софи у Неллы кивнула. «Тут и оно, и он это прекрасно понимает, как и половина женского населения Рима. Нет, я теперь одна и вполне этим довольна. По крайней мере, сейчас. Но больше всего мне теперь не хватает Италии, её образа жизни, её погоды, еды. Ну, ты меня понимаешь. Будет просто здорово снова вернуться туда. Пусть даже там будет где-то маячить Рэйчел». «Ну вот ты молодец, Соф. А насчёт Рэйчел не переживай. Уверен, что вы найдёте общий язык». «После того, что она натворила...» «Я в этом серьёзно сомневаюсь». «Прошло много времени, Соф. Возможно, она изменилась». «Готова поспорить на крупную сумму, которую мне, кстати, нет, что эта волчица, если и полиняла, то осталась такой же серой. Всегда любила только себя. Такой всегда и останется». «Через недельку вы уже увидитесь, так? Окажешься в этом раю и всё увидишь своими глазами». Улыбаясь, сказал он. «Парадиза! Надо же такое придумать! Держу пари, там для вас будет маленький кусочек рая».